Я не хейтер Xiaomi, я очень люблю и уважаю эту компанию. Xiaomi одна из немногих, кто по-настоящему двигает прогресс вперед и делает технологии доступными большему количеству людей, и за это им большой респект. Но слепо боготворить компанию я не могу, ибо она, как и все в этом мире, не идеальна. Сегодня я расскажу о недостатках Xiaomi, от которых у меня знатно бомбит. Первое, от чего у меня всякий раз пригорает, это игнорирование технологии NFC в бюджетниках. Модуль, который стоит копейки, который могут себе позволить поставить даже самые забитые китайские бренды из третьего эшелона, вроде UMI, Doogee или Blackview. Xiaomi же устанавливает NFC только во флагманские и субфлагманские устройства. В чем логика? NFC не используют в Китае? Но зачем тогда NFC во флагманах? Где логика Xiaomi? Если он никому не нужен, то почему крупнейший китайский производитель Huawei почти во все свои девайсы ставит NFC? Другие вендоры из Поднебесной тоже не отстают. NFC есть в ZTE, Asus, Lenovo и там это даже не атрибут роскоши. Причину вижу только одну. Xiaomi умышленно занижает характеристики бюджетников, чтобы они не были слишком хороши. И это мерзко. А вот что приятно, так это когда к тебе возвращаются потраченные в интернете денежки. Не устаю напоминать вам о самом крутом кэшбэк сервисе во вселенной. Letyshops просто не имеет конкурентов по количеству магазинов-партнеров. А их расширение для браузера помогает понять настоящая скидка на товар. Или продавец просто перед этим поднял цену. Короче, сам пользуюсь и вам рекомендую. Ссылочка будет в описании. Xiaomi упорно отказывается ставить в свои бюджетные и среднебюджетные смартфоны USB-C. И только с выходом Redmi Note 7 мы увидели таки этот разъем. Хотя налицо откровенное жлобство и очередное умышленное занижение характеристик смартфонов. Фу, таким быть Xiaomi. Это мелочно и подло. Какого хрена Xiaomi? Вместо того, чтобы делать лучшие смартфоны во всем за свои деньги, вы умышленно ставите сраный допотопный microUSB. Такая мелочь, а этот разъем заметно портит впечатление от использования. Мы же этим разъемом по нескольку раз в день пользуемся. И каждый раз, когда не можем воткнуть правильно кабель, проклинаем хитрых китайцев. А ведь разница в цене производства порта microUSB и USB-C минимальна, если она вообще существует. Сейчас производство USB-C портов поставлено на поток. И все их используют повсеместно. Не думаю, что они дороже microUSB. Будем надеяться, что Redmi 8 проторит таки дорожку для USB-C в бюджетном сегменте. Лотерея с комплектующими. Покупая смартфон Xiaomi, ты играешь в лотерею. Ты до конца не будешь знать, какой именно экран или камера будет стоять конкретно в твоем образце. У Xiaomi нет собственных производственных мощностей, поэтому комплектующие приходится заказывать у различных OEM-производителей. Сегодня, например, дисплеи выгоднее производить на заводе Tianma. Заказ уходит туда. Через неделю ситуация меняется, и следующая партия экранов производится на фабрике eBBG. Самое печальное, что такой рандом встречается не только в бюджетных устройствах. Во флагманах также могут отличаться экраны, и это уже не так весело, ибо за высокий прайс ты ожидаешь и высокого качества. Четвертый пункт. Устройства только для китайского рынка. У Xiaomi есть куча крутейших устройств, которые не работают за пределами китайского рынка. Есть, например, шикарные камеры, видеорегистраторы и умные колонки, фитнес-трекеры и детские часы. Часть из этих устройств все-таки можно заставить работать у нас, однако полноценной работоспособности всех функций ждать не стоит. Зачастую даже для активации устройства вам потребуется китайская сим-карта. Многие девайсы не будут иметь даже английского перевода, но даже если вы готовы терпеть все эти неудобства, такие устройства все равно окажутся не всем по зубам. Не каждый пользователь сможет разобраться с кастомными прошивками. Неужели так трудно запилить английский интерфейс или хотя бы не ставить палки в колеса при активации устройства? Пятый пункт. Невнятный нейминг. Апофеозом маразма стала линейка Redmi 4-го поколения. На мой взгляд, тут Xiaomi развели самую большую путаницу. Есть Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A и Redmi 4 Prime. Есть аппараты с диагональю побольше, Redmi Note 4, Note 4X, но нету Note 4A и Note 4 Prime. Где логика? Еще были странные Redmi Pro или Redmi S. И что самое интересное, зачастую эти девайсы хуже. Хотя казалось бы, буква S у других вендоров используется для обозначения более крутых версий смартфонов. Как в этом бардаке сможет разобраться простой пользователь? Как он может понять из названия, какой смартфон лучше? Да, сейчас ситуация с неймингом внутри линеек смартфонов постепенно налаживается. Но Xiaomi начинает плодить еще и бренды и создавать неразбериху между ними. Теперь непонятно, а как позиционируется Покофон? Будет ли Poco F2? Что там с Redmi? Вроде как бренд отдельный, а Redmi K20 выпустили на глобальный рынок как Mi 9T. И где вообще аналог K20 Pro? Ждать ли нам Mi 9T Pro? А еще на китайском рынке начинает потихоньку продвигать новый суббренд Mate 2. Смотришь на все это и голова пухнет. А ведь я техноблогер, я много лет слежу за индустрией и неплохо в ней разбираюсь. И даже я путаюсь в названиях Xiaomi. Это значит, что простой пользователь вообще сломает себе мозг и все равно не разберется. И последний пункт, от которого у меня лично начинает дико бомбить. Xiaomi начинает ограничивать возможности по перепрошивке своих устройств. Теперь, чтобы разблокировать загрузчик вашего личного смартфона, вам нужно сначала получить разрешение от Xiaomi. И ждать его приходится до 15 дней. А про так называемую защиту анти-роллбэк я вообще молчу. Мы о ней записывали отдельный ролик. А ведь Xiaomi получила известность и уважение огромного количества людей именно за то, что их смартфоны можно было легко перепрошивать. Именно за это фаны и любили Xiaomi. Печально наблюдать за тем, в какую сторону Xiaomi постепенно разворачивается. Из компании, которая была рождена любовью фанатов, которая делала все возможное для того, чтобы ее покупатели были довольны, Xiaomi планомерно превращается в корпоративного монстра, в котором правят мерзкие маркетологи. В котором продажи и прибыль любой ценой важнее, а пользователь и фанаты уже потом. Что вас бесит в Xiaomi? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, а мне будет интересно почитать ваше мнение. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо, всех люблю.